За сотрудничество с фармкомпаниями врачей будут штрафовать, причем на очень внушительную сумму. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. Но пока чиновники таких нарушений не фиксировали. Однако эксперты утверждают, что некоторые доктора все же лоббируют интересы производителей лекарств. Правда, доказать это практически невозможно. По заявлениям специалистов, фармацевтический бизнес стоит на третьем месте по прибыльности после торговли оружием и наркотиками. Оценить масштабы отечественной и зарубежной фарминдустрии попыталась Надежда Полинка. Смотрим специальный репортаж. Полки аптек сегодня ломятся от многообразия лекарственных препаратов. Яркие упаковки с призывами избавить чуть ли не от любого недуга слепят глаза. Но, как правило, пациент покупает то, что доктор прописал. Врачам доверяю на все 100%. Доверяй, но проверяй, говорят специалисты, имея в виду случай, когда врачи идут на поводу у фармкомпании. Рекомендуют пациентам новые, как они утверждают, современные препараты. Вот за 20 лет один только препарат, один антибиотик только разработан. И антибиотики – это особый вопрос. И поэтому, когда говорят, что это какой-то новый препарат, люди не должны ориентироваться на то, что предлагают фирмы. Потому что за ними стоит фармацевтический бизнес, о котором мы говорим, что доходность фармацевтического бизнеса превышает торговлю оружием и наркотиками. Каждое лекарство, как правило, имеет ряд дешевых аналогов. Их выпускают другие производители под разными именами. При этом недорогие препараты не значат плохие, уверяют эксперты. Мол, действующее вещество у всех одинаковое, но только не всегда об этом знают пациенты. Парацетамол – всем известный препарат. Но это и фервекс, и эфиралган – это всё парацетамол. Действующее начало – там одно. Дополнение каких-то других ещё компонентов не улучшает качество препаратов. Но, как я уже сказала, приводит к большим побочным эффектам и к удорожанию стоимости данного препарата. Мы зашли в одну из столичных аптек и поинтересовались разницей в цене двух одинаковых препаратов. Например, вот Сумомед. Он считается оригиналом. Первый препарат – азитромицин. Идёт. Три сто. Сумомед – это идёт торговое название. Азитромицин – международное, не патентованное название. Азитра на порядок дешевле – тысяча шестьсот двадцать. Любое торговое имя препарата на упаковке указано крупными буквами. Но если присмотреться, рядом мелким шрифтом написано международное, не патентованное название. Это как раз то, на что следует обращать внимание, говорят провизоры. Даже сам врач им рекомендует не заменять. То, что он выпишет, то люди стараются брать. Я предлагаю некоторым подешевле. Нет, говорят, то, что выписал врач. То, что не пропишут врачи, покажут производители. Люди видят скрытую рекламу препаратов не где-то там на улице, а в медучреждениях. Как бы не навязчиво в глаза бросаются стенды, бумага, на которой пишут назначение, медицинские халаты и даже часы с логотипом лекарств. Правда, в этой столичной поликлинике заверили – назойливых медпредставителей здесь не ждут. Мы же их уже в лицо знаем. Мы говорим, нет, не отвлекайте. Даже прохожу по коридору, вот сидят пациенты, среди них вот эти вот бывают. Я говорю, не отвлекайте. Отечественные производители в гонке с зарубежными коллегами проигрывают. Да и гонятся ли вообще? Казахстанская формотрасль только развивается. Специалисты говорят, средств на продвижение препаратов не хватает. Хотя утверждают, их продукция по качеству не хуже заграничных брендов. Все знают, что есть определенные тенденции, что западные компании, и надо им отдать в этом плане честь, что они серьезно работают с врачами в части продвижения лекарств. Понятно, что эта информация должна постоянно быть, но она должна достаточно законодательно оборвать. Специалисты признают, для любого бизнеса прибыль превыше всего, и продвижение препаратов на рынок не исключение. Другое дело, говорят они, когда некоторые врачи забывают о морали. И служебной этике. И здесь есть действительно проблема, когда благодаря каким-то там подаркам, поездкам, врачи начинают выписывать теряные препараты. В этом особенности врачей такого массового выявления нет. В Минздраве случаев таких не фиксировали. Говорят, что какого-то специального контроля с их стороны не ведется. По их словам, в больницах работают службы внутреннего аудита, а проверки затеваются исключительно по обращению пациентов. При выявлении данных фактов на физическое лицо накладывается административный штраф в размере от 50 до 100 МРП с лишением сертификата специалиста. На должностных лиц накладывается административный штраф в размере от 100 до 300 МРП. Чтобы заработать штраф, говорят в Минздраве, врач должен как минимум навязывать лекарства какой-то фирмы, направляя при этом пациента в определенную аптеку. Наличие атрибутики с логотипами фармкомпаний в кабинете врача к нарушениям не относится. Мы пытались связаться с представителями некоторых иностранных фармацевтических компаний, но рассказывать открыто о методах своей работы никто из них не захотел. Общее представление об их деятельности складывается по информации из объявлений, которые эти же фирмы размещают в интернете в поисках новых сотрудников. Примечательно, что в разделе обязанностей медицинского представителя первым пунктом значится, цитирую, визиты к врачам с активным продвижением продукции. Надежда Поленко, Канаджума Беков, Шалхаса Илбеков, 7 News.